Что такое сложные эфиры? Вообще, словом эфиры раньше обозначали любые газообразные вещества, любые газы. Кислород был какое-то время эфиром, водород. Итак, сложные эфиры, то есть это эфиры, это какие-то вещества, которые изначально казались только в газообразном состоянии. Название осталось. В чем же их сложность? В чем же их сложность и где мы их встречаем? Вот здесь вот на картинке мы видим, что эти сложные эфиры, эти приятные запахи мы чувствуем каждый раз, когда кушаем фрукты, груша, яблоко, ананас, банан, ягод в ягодах, в малине. Это те самые ароматы, которые содержатся в этих любимых нами продуктах питания. Давайте подумаем, а в чем же сложность? Есть ли простые эфиры? Да, простые эфиры есть, мы их проходили на уроках органической химии сразу после спиртов. В чем простота, в чем сложность? Давайте посмотрим общие формулы двух классов, двух разных классов соединений. Простые эфиры, сложные эфиры. Простые эфиры – это такие органические вещества, которые содержат в своей молекуле так называемый кислородный мостик. Один кислородный мостик, который соединяет два радикала. Эти радикалы могут быть коротенькими, такими как метильная группа, этильная группа, могут быть длинными, могут быть одинаковыми. Вот, например, R может быть равно R со штрихом, то есть два метильных радикала, и это будет диметиловый эфир. Либо они могут быть разными. Простые. Простота именно в том, что здесь один кислородный мостик. Давайте посмотрим настроение сложных эфиров и сравним. Сложные эфиры – это уже производные карбоновых кислот. Если простые эфиры – это скорее производные спирта. Я даже нарисую сейчас не то, чтобы производные спирта. Посмотрите, я нарисую молекулу воды и покажу, что здесь два атома водорода могут быть заменены метильными группами. Вот они, две метильные группы – диметиловый эфир. А что такое спирт? Давайте сотрём одну метильную группу и вернём водород. Перед вами молекула спирта. Вот у нас было неорганическое вещество – вода. Мы заменили два водорода, получили органическое вещество – простой эфир. Сейчас мы стёрли один метильный радикал и поставили обратно водород и получили ещё один класс соединений – спирты. Это вот простые эфиры, они производные, скорее, спиртов. Сложные эфиры. Сложные эфиры – это уже производные карбоновых кислот. Давайте вспомним формулу карбоновых кислот. Возьмём уксусную кислоту, ту самую, которую мы маринуем огурчики, помидорчики. Уксусная кислота знакомая нам. Вот она. Вот её формула. Уксусная кислота состоит из карбоксильной группы, карбокси, окси – это кислород, который здесь содержится, карбоксильная группа, и метильного радикала, Р. Вот он, метильный радикал. Карбоксильная группа, в свою очередь, это комбинация двух знакомых нами групп. Это карбоксильная группа, вот она, и гидрооксильная группа, вот она. Запоминаем. Итак, карбоксильная – длинное название. Кусочек карбоксильной группы. Карбоксильная, которая входит в состав альдегидов и кетонов. Гидрооксильная группа, которая входит в состав спиртов, например. Вот эта группа нас сейчас интересует, вот эта карбоксильная, потому что именно изменяя эту группу, мы можем превратить карбоновую кислоту в сложный эфир. Теперь заменим водород на любой углеводородный радикал. Ну, допустим, тот же метильный. Вот он, метильный радикал, CH3. Что мы получаем? Мы получаем такой, какой-то двухэтажный даже молекулу. Вот первый этаж, вот он, и вот второй этаж, кусочек от другой молекулы. Соответственно, способ получения сложных эфиров, он тоже связан с взаимодействием с химическими свойствами именно карбоновых кислот. Давайте возьмем какой-нибудь пример. Ту же уксусную кислоту, сейчас мы ее возьмем за основу. Вот она, уксусная кислота. Вот она. И возьмем метанол. Метанол, формула метанола CH3OH. Простейший спирт. Но я нарисую его иначе. Посмотрите, я нарисую его ногами вперед, гидрооксильной группой вперед. Для чего я это сделаю? Чтобы показать, что происходит с этими двумя молекулами, как они перегруппироваются, чтобы образовать сложную молекулу, сложного эфира. Давайте порассуждаем. Ну, изначально считалось, что раз карбоновая кислота, кислота вообще в принципе, а что такое кислота? Отдающая водород. То, скорее всего, кислота отдает водород, а метанол, гидрооксильную группу, образуется вода, и она уходит. Но подробное изучение механизма этой реакции, сейчас мы ее назовем, показало, что гидрооксильная группа как раз уходит от кислоты. И водород от спирта. Почему так происходит? Давайте немножечко о механизме. Я нарисую поляризацию связи карбонильной группы. Я покажу, что на углероде дефицит электронной плотности из-за того, что здесь происходит перераспределение электронов, связанное с электроотрицательностью этих атомов. Углерод положительный. Посмотрите, такое ощущение, что уксусная кислота открывает свою пасть, и там видно это зияющее отсутствие, фактически дыра такая, потому что плюс в химии – это недостаток. И вот этот плюс, конечно же, будут ощущать все нуклеофилы. Например, вот этот кусочек молекулы мы назовем нуклеофилом, любящим ядро. И сюда будет перегруппироваться. Пристраиваться. Образую такой промежуточный комплекс. В каких случаях это может происходить? Это может происходить в том случае, если на неподеленную электронную пару кислорода сядет какой-нибудь вертолетик под названием катион водорода. То есть реакция будет проходить в кислой среде. Посмотрите, теперь неподеленная электронная пара кислорода не может эту зияющую дыру никак закрыть, не может сместить вот эту электронную плотность, потому что эта пара уже занята. Все, водород атаковал эту гидрооксильную группу. Посмотрите, это молекула воды. Она и уйдет отсюда. А нуклеофил ОЦН-3, вот этот кусочек от метанола, он будет пристраиваться и стараться компенсировать отсутствие вот этого отрицательного заряда, здесь отсутствие этих электронов. Таким образом, образуется сначала такая промежуточная молекула с… Давайте мы ее здесь нарисуем. Промежуточная молекула, в которой образуется связь. Вот так я нарисую функтиром связь. И с приходящей группой, такой с группой от метанола, и с уходящей группой будущей водой. Сначала некоторая конкуренция здесь, кто останется. Уходит вода, спокойное вещество, энергетически выгодное. Она уйдет, и таким образом у нас с вами получится… Давайте мы сотрем эту воду, и таким образом мы с вами получаем вот эту химическую связь, приблизим метанол и поставим его на месте воды. Вот так образовался сложный эфир. Таким образом. Ну и, конечно же, пробочным продуктом реакции – та самая вода, которая ушла. Эта реакция называется реакцией этерификации. Реакция этерификации. Этерификации. Этера – это эфир. Образование сложного эфира. Этера вообще, в принципе, эстер, эфира. В англоязычных учебниках вы встретите название condensation – это конденсация. Каждый раз, когда образуется вода, реакция конденсации. Мы тоже иногда используем именно этот термин. Есть обратная реакция, обратная конденсация, обратная терификация – это реакция гидролиза. Когда, наоборот, вода приземляется снова, как будто бы почувствовала, что она здесь может присоединиться и вытеснить каким-то образом вот эту вот группу будущего спирта. Тоже эти реакции, посмотрите, идут в присутствии кислот. Кислотный гидролиз садится именно вот сюда, катион водорода. И таким образом снова образуется этот плюс, который так притягивает нуклеофильную частицу. Вода снова встраивается сюда своим уголком. Помним, что вода такая угловая молекула. Водород покидает, один из атомов водорода уходит, и здесь встраивается гидрооксильная группа. Уходящая группа – это будущая молекула алкоголя или спирта. Это вот обратный процесс, процесс гидролиза. Так, хорошо. Реакция тарификации – это способ получения сложного эфира. Хорошо. Давайте, раз они у нас такие многоэтажные, давайте на них посмотрим. Вот, смотрите. Например, груша. Мы здесь видим эту сложную эфирную группу. Вот она. И мы видим эти два кусочка молекулы. Раз и два. Один кусочек молекулы от кислоты, другой кусочек молекулы от спирта. И здесь то же самое. Вот он кусочек у нас от спирта, вот он кусочек от кислоты. Поэтому мы здесь название даем таким образом, чтобы показать исходные молекулы. Исходная молекула – ацетат. Вот он кусочек уксусной кислоты. Называем ацетатами. И изоамил. Изоамил – это группировка, содержащая у нас раз, два, три, четыре, видите, четыре атома, даже раз, два, три, четыре, пять. Пять атомов углерода, причем метильный радикал у нас повис в самом хвосте молекулы. Но это такое тривиальное название этого радикала. Давайте что-то чуть-чуть попроще. В яблоке метилбутаноат. Суффикс «уат» ставится как раз в названии сложных эфиров. Если вы встречаете такие суффиксы «уат», знайте, это название сложных эфиров. Посмотрим на эту формулу. Метил. Метил показывает нам, что эта молекула была образована от метанола. Вот он, немножко по-другому нарисовали. Да, получается, вот он кусочек от кислоты, а вот он кусочек от спирта. Сейчас мы еще подробнее об этом поговорим, посмотрим. Метил – это то, что присоединено к простому кислородному мостику. Поэтому бутаноат – это молекула, кусочек молекулы бутановой кислоты. По-другому мы можем назвать сложный эфир. Например, так. Метиловый эфир бутановой кислоты. Мы можем и так назвать. Но это долгое название, мы ленивые. Мы не будем так говорить. Мы будем говорить метилбутануат. Раз, два, три, четыре. Четыре атома углерода здесь, в этом хвосте от кислоты. Это в яблоке. Давайте посмотрим, что у нас в асе такое. Этилбутануат всего лишь на одну метильную группу, на эту гомологическую разность, мы так называем, CH2, такой кусочек, звено CH2, то всего лишь на один этот фрагмент отличается сложный эфир в яблоке, в ананасе. Бутануат, вот он кусочек от бутановой кислоты. Эти все уголки, это и есть, один, два, три, это и есть атомы углерода. И вот она, этильная группа ананасе. В малине, что мы можем увидеть, изобутил. Раз, два, три, четыре, вот они все эти, четыре атома углерода изобутил. Формиат, здесь вот атом водорода. Формиат. Формиат – это кусочек от муравьиной кислоты, такой маленький муравьишка, вот он здесь. Формиат. Мы используем тривиальное название муравьиной кислоты. Пентилоцетат. Посмотрим, вот он, ацетат – это кусочек уксусной кислоты. А вот пять атомов углерода. Раз, два, три, четыре, пять. Вот они все пять. Вот он кусочек от пентанола. Так, хорошо. Метил, фенил, ацетат содержится в меде. Вот он, метил. Вот он, фенил, ацетат. Фенильная группа – это бензольное кольцо. Ацетат. Вот у нас ацетат содержит раз, два. Два атома углерода – кусочек уксусной кислоты. И вот он, метил. Вот такие у нас есть ароматы. Давайте посмотрим, что у нас еще такое здесь есть интересненькое. Вишня. Вишня – амилформиат. Амил – С5, H11. Вишня. Где у нас еще был амил? Сравним. Изамил – груша. Груша и вишня, видите, отличаются. И только их углеводородные хвосты в том месте, откуда пришел у нас этот спирт. Вот в этом месте просто изомерия получается углеводородного радикала. Вот интересно, да, яблоко и ананас отличаются несущественно на какое-то, буквально на одно звено здесь. А вишня с грушей отличаются на вот это изомерность, правильно я скажу? У нас просто амил, там изомерный радикал, здесь амил. Вот интересно, когда яблоко так. А что у нас в апельсинчике? Актил, ацетат. Актил, С8, H17. Именно актан является, актанул, является родителем этого сложного эфира. Ацетат, вот у нас простая группа, ацетат. Ананас, малинка, бананчик, персик, бутил, бутерат. Смотрите, персик или что это, абрикос. Понятно, похоже на персик. С4, H9, С3, H7. То есть вот он кусочек, сейчас мы откроем. Вот он кусочек от бутерата, то есть бутановой кислоты. И кусочек, вот он, от бутанола. При комбинации этих молекул получается запах нашего персика, допустим. Изоамил, ацетат, груша. Об этом поговорили. Так, что еще такое поищем вкусненькое. Вкусненькое. Вот, кстати, абрикосов, персик. Что у нас здесь? Здесь у нас, давайте попробуем его назвать. Вроде не сложно. Плохо видно, правда? Сначала найдем кусочки от разных молекул. Вот это очевидно. Кусочек от спирта. Раз, два, три, четыре. Четыре в углеродном скелете. И боковое ответвление метил на третьем атоме углерода. И вот этот кусочек, это у нас, раз, два, три, четыре. Это у нас бутановая кислота. То есть вот этот бутерат, который до этого был. Получается. А тоже изоамил бутерат здесь получается. У нас же такой уже встречался. Ну, поверим этим картинкам. На виноградик еще посмотрим. Виноградик у нас, ребята, содержит в своем фенильном радикале еще аминогруппу. Вот как интересно. Так. Ну, вот вам сложные эфиры. Сложные эфиры. Номенклатура, так мы назовем. И обзор сложных эфиров и способ получения.